Популярность иммиграции в Армении растет на протяжении последних нескольких лет. И причиной этому является сравнительно невысокая стоимость жизни в стране, комфортная среда для проживания и широкие возможности для бизнеса. И поскольку важным этапом переезда является изучение полезной информации в Армении, сегодняшнее видео я решил посвятить теме бытовых аспектов, связанных с проживанием в этой стране. Меня зовут Вадим Вильда, и я приветствую вас на канале компании International Expert. Начну с главного – аренда жилья. Изучая рынок недвижимости в столице Армении – Ереване, а также других регионах, я сделал для себя следующие выводы. Стоимость аренды однокомнатных квартир стартует от 300 евро в месяц, двухкомнатных – от 500, трех- и четырехкомнатных – от 700 и 1000 евро соответственно. При этом однокомнатных квартир на рынке сравнительно немного, что объясняется традиционно большим размером армянских семей. Выбирая квартиру, рассматривайте не только центральные районы Еревана, а его окраины и города-спутники, к примеру, Паракар или Ичмиадзин. Стоимость аренды здесь на 30-40% ниже, к тому же развитая транспортная инфраструктура позволит без проблем добраться до нужной точки назначения. Хотя этот пункт относится и к любой другой стране, акцентирую ваше внимание, что все сделки, связанные с арендой недвижимости, необходимо закреплять документально. Даже если вы нашли квартиру по знакомству, лучше составить письменный договор аренды, в котором будут прописаны все условия проживания. Что касается покупки недвижимости в Армении, то средняя стоимость одного квадратного метра в столичной квартире составляет около 2500 евро. Если рассматривать новостройки в центре города, то цены на такие объекты могут достигать 5000 евро за квадратный метр. В любом случае рекомендую ориентироваться не только на стоимость, а учитывать техническое состояние дома и наличие дополнительных услуг, такие как парковка, детская площадка и тому подобное. Отмечу, что в связи с менталитетом местного населения, ценообразование в Армении далеко не всегда является объективным. А именно определяется не состоянием рынка, а личными предпочтениями владельца. Армения сравнительно недорогая страна для проживания. В соответствии с индексом жизни Нумбео, Ереван находится на 126 месте из 218 крупных городов мира. Однако, стоит учитывать, что стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости в целом выше ожидаемого, что связано со сложностями их транспортировки. Средняя стоимость недельной продуктовой корзины, в состав которой входят фрукты, овощи, мясо, крупы, хлеб, молокопродукты, составляет около 50 евро. А еще Армения ценится своей самобытной национальной кухней, среди блюд которой каждый найдет для себя что-то на свой вкус. Далма, шашлык из мяса и рыбы, традиционный суп хаш, хашлама из баранины и говядины. Вот далеко не полный перечень ярких представителей армянской кухни. В Ереване находится множество кафе и ресторанов, где можно вкусно и недорого позавтракать, пообедать или поужинать. Средний чек за обед или ужин в ресторанах, расположенных в центре города, составляет около 10-15 евро за человека. И это уже с учетом непременного элемента армянской трапезы – бокала вина. Вакансии на рынке труда Армении в основном относятся к сфере услуг, а также встречаются предложения от местных или зарубежных IT-компаний. На сегодня средняя заработная плата в Армении составляет около 700 евро в месяц. Армения прекрасно подходит для людей, работающих удаленно, а также для предпринимателей, которые могут зарегистрировать и развивать собственный бизнес в стране или за ее пределами. Теперь поговорим о медицине в Армении. В стране функционирует как государственная, так и частная система здравоохранения. Хотя базовые медицинские услуги доступны, их качество может варьироваться. В крупных городах, особенно в Ереване, расположены современные клиники и специализированные центры с квалифицированными врачами. Для записи на прием можно воспользоваться как традиционными методами через регистратуру или посредством личного визита, так и электронным онлайн-сервисом. В последние годы наблюдается увеличение интереса к телемедицине, позволяющая предоставлять помощь посредством коммуникации между врачом и пациентом на расстоянии через компьютер или смартфон. Также растет доступность медицинских услуг, что позитивно сказывается на общем уровне здоровья населения. Образовательная система в Армении активно развивается. Школьное образование делится на начальное, среднее и высшее с обязательным обучением до 16 лет. В связи с активизацией процесса иммиграции в школах открываются русскоязычные классы, что позволяет ускорить процесс адаптации. Записать ребенка в школьное или дошкольное учреждение можно, воспользовавшись государственными онлайн-сервисами. Однако делать это нужно заранее, как минимум за несколько месяцев до начала учебного года. На сегодняшний день в столице страны действует около 20 детских садов и школ, которые ведут обучение на русском, армянском или английском языке. Учебный процесс соответствует государственной программе, а также адаптируется под потребности учеников, которые приехали в Армению и за рубежа. Стоимость обучения зависит от статуса детского сада или школы и начинается от 200 евро в месяц. В большинстве случаев данная сумма покрывает не только затраты на учебный процесс, а и питание, кружки и спортивные секции. Высшие учебные заведения предлагают разнообразные программы, в том числе составленные и для иностранных студентов. Правительство активно работает над улучшением качества образования, внедряя новые технологии и подходы. Растет интерес к иностранным языкам и к современным техническим дисциплинам, что способствует подготовке квалифицированных специалистов. Жизнь в Армении предлагает множество преимуществ для иммигрантов, включая недорогое жилье, доступность русского заечного образования и медицинских услуг. Наличие возможности упрощенного оформления гражданства в Армении без необходимости постоянного проживания на территории государства и отказа от первого паспорта в сочетании с благоприятным климатом для бизнеса и удаленной работы делает страну привлекательным выбором для переезда. Чтобы узнать больше об иммиграции в Армению, оставьте заявку на бесплатную консультацию специалистов компании International Expert. Все ссылки и контакты находятся в описании к этому видео. На этом все. Благодарю за внимание и напоминаю, что если у вас остались вопросы по этой или другой теме, то прошу оставить их в комментариях и мы ответим на каждый из них. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Вадим Вильде. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok